То, что у нас будет в следующие 9 дней. И потом начнем первую часть. Это отличие гидрометозыскания от других видов работ. И вообще специфика гидрометозыскания. Что же гидрометозыскание такое? И я в какой-то мере, уже капельку сейчас отвечая на вопрос Руслана, об этом и рассказал. Я вам рассказал, что изыскание это не просто измерил и написал в отчет, издал. А это у нас целый такой вот комплекс действий, в которых очень важная вещь заключается в планировании гидрометозыскания. Если правильно спланировал, то уже исполнителю, вот этому непосредственно инженеру, который просто мы говорим, что сделать, ему делать очень легко, потому что мы все за него спланировали. И очень плохо, когда мы с вами руководители, и мы с вами не спланировали. Вот это наша основная цель будет. Так, коллеги. Итак, вот уже подетальнее я разворачиваю все эти 10 наших тем. Сегодня будет, кроме обзора, будет еще вот эта первая часть. Завтра у нас будем разбираться с изыскательской организацией, что за организация вообще, что должно быть в организации, какие у нее должны быть атрибуты, документы, для того, чтобы выполнять инженерный гидрометозыскание. А потом погрузимся в структуру внутрь гидрометозыскательской организации и рассмотрим вот ту идеальную, фактически ту неправильную, ну как сказать, мечту, вот ту хорошую организацию, структуру изыскательской организации, чтобы она работала вот, хорошо работала, чтобы там не было мучений, чтобы не было мучений руководителя, чтобы не было мучений исполнителя. И тут же у нас будет с вами, здесь у меня, по-моему, не вынесено, но чем еще ценность вообще нашей с вами встречи? Заключается в том, что, может быть, вы знаете, сейчас у нас есть такая система профессиональных стандартов, в том числе сейчас разрабатываются и внедряются профессиональные стандарты гидрологов-изыскателей и вообще разного рода изыскателей. Так вот, лично я как раз и был тот самый автор проекта профессионального стандарта для инженера-гидрометеоролога-изыскателя. Соответственно, я вам в этом ключе и расскажу и о самом этом профстандарте, и о его плюсах, и о его недостатках, чем это нам грозит. Но есть там полезная вещь. Полезная вещь из этого профстандарта заключается в том, что там прописана структура, вот такая идеализированная, естественно, но все-таки такая хорошая и понятная структура самой изыскательской организации в виде тех людей, которые там должны быть. и она, в общем-то, нацелена большей частью на защиту интересов непосредственного исполнителя. Вот того, который считает, что нужно изыскать, не исключается в том, что он должен измерить, записать в отчет и сдать его. Почему? Потому что это не все. Еще есть много другого. И очень плохо, когда вот эти проблемы высшего звена навешиваются на исполнителя. Когда ему говорят, да ты сам иди общайся с заказчиком, ты сам иди общайся с проектировщиком, ты сам иди общайся с топографами, с геологами, сам из них вытягивай исходные данные, и не дают ему полномочия. Вот эта структура профессионального стандарта, которая включает в себя несколько ступеней, она как раз помогает выстроить не только кто что делает, но и кто что обязан делать, в том числе и для руководителя в рамках изысканий. И также еще и дает, кроме обязанности, еще расписывание полномочий. Потому что уж если ты это обязан сделать, то значит тебе руководитель должен дать полномочия на это делание, чтобы тебя не отшивали. Вот это мы будем говорить с вами про структуру руководящей, инженерной, зону ответственности, системы взаимодействия. Затем перейдем к взаимодействию уже нашей изыскательской организации с внешним миром. И самое-самое такое типичное действие это... Так, коллеги, вот... Вы сейчас видите мой курсор. Потому что я на этой площадке первый раз. Вот у меня сейчас курсор в районе циферки 3. Вы его видите сейчас, мой курсор? Коллеги, кто видит мой курсор в районе циферки 3, напишите, пожалуйста, что вы его видите. Кто не видит, напишите, что вы его не видите. Просто если мы выясним, что вы видите мой курсор, тогда я буду просто двигать курсор. А если вы курсор мой не видите, то тогда я буду делать выделение. Но мне это сложнее. Так, все разбежались. Никто не слушает. Ну, буду тогда видео записывать без людей. Так, никто не отвечает. Район, 2, 3, 4, 5, проверка связи. Как видно, как слышно. Включил видео, может быть, так... Или у нас просто все со связью. Со связью плохо. Как? Как? Опа, ааа, фу-то, это я виноват. Я, оказывается, у меня чат не крутился. Ой, мы вам пишем. Ой, это я виноват. Так, никто не видит курсор, мы вам пишем. Плюс, плюс, плюс. Так, это у меня чат, оказывается. Видите, я первый раз, поэтому даже и не знал, что крутить. Так, сейчас. Так, 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 так. Так, никто не видит курсор. Нет, 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 мы вам пишем. Так, это я виноват. Все, теперь я вижу, что вы мне все писали. Так, и я вижу даже, что в связи с тем, что я не крутил чат, то я увидел, что Руслан написал о программах для гидравлических расчетов расскажете. Руслан, чуть-чуть. И это хороший вопрос. Я сейчас объясню, почему о программах я расскажу чуть-чуть. Потому что в рамках гидрометозысканий у нас есть, смотрите, у нас есть много разных водных объектов. На разных водных объектах мы делаем разные. На разных водных объектах мы должны дать для разных проектных сооружений, должны дать разные гидрологические характеристики. И вот об этом мы с вами будем говорить. Как их выяснять. То есть фактически что? Фактически мы будем с вами выяснять, как же написать техническое задание. Как же прописать то, что нужно. Теперь, еще далеко до программ. Теперь, когда мы прописали в техническом задании необходимые гидрометеорологические характеристики, потом выясняется, что эти гидрометеорологические характеристики, например, тот же самый расход воды или уровень воды, мы можем в разных случаях сочетать разными способами. Ну, например, классическое деление при наличии данных, при отсутствии данных, при недостаточности данных. Потом еще, кстати, есть другие интересные случаи. Это изученность. Изученность определяет способ получения разных гидрометеорологических характеристик. То есть мы потом себе, коллеги, мы потом себе пишем в программу работ, и в программе работ мы себе прописываем тот способ, способом, который мы будем получать с вами эти характеристики. Мы выясняем, что в одном случае нужно идти в библиотеку, в другом случае нужно покупать данные где-то в гидрометслужбе или еще в других случаях, в третьих случаях нужны карты, в четвертых случаях нужны измерения в поле. И мы прописываем себе, что именно мы будем делать, в зависимости от изученности, в зависимости от возможности нашей изыскательской организации, мы выстраиваем себе план действий. Потом по этому плану начинаем действовать. И у нас потом, может быть, выяснится так, что нам, например, например, водных объектов нет. И, например, один климат. Мы выясняем, что в поле можно съездить просто для того, чтобы убедиться, что водных объектов нет, что никакие данные не нужно выписывать и покупать, потому что они не нужны. И ответ уже заключается, просто очевидным образом прописываем, что водных объектов нет. И пишем климат. Смотрите, нам не нужны поля, нам, соответственно, для поля не нужны инструменты, нам для поля не нужны плавсредства, допуски, пропуски, какие-то погранзоны, еще другое. И смотрите, а если выяснять, что нам, например, надо какой-то расчет делать, коллеги, то любой расчет, вот те наши простейшие элементарные гидрологические расчеты, можно сделать в программах. Этих программ несколько. Есть известные недорасчеты. Есть, которые Лобанов Владимир Алексеевич сделал с Поляковым, Валерием Юрьевичем. Есть этот гидростат Калк, который из ГГИ, забыл фамилию, из Валдаи человек сделал. Мы с ним даже делали какую-то работу вместе. И потом выясняется, что, ну, хорошо, можно сделать этой программе. А кто мешает сделать в Excel? Вот я уже относительно все-таки даже старый такой гидролог, устаревший совсем. Вот так вот я помню, когда мы делали кривые обеспеченности на миллиметровке. Когда я начал работать, там у нас был один слабенький компьютер на 50 человек. Там была большая очередь, чтобы попасть в компьютер, было сложно. Коллеги, тогда еще не было вообще никаких программ. Вот, то есть, то же самое мы можем сделать вполне и даже без компьютера вообще. Вот. Поэтому, ну, в какой-то мере мы тоже это затронем, коллеги. Затронем, затронем. Вот чуть-чуть мы поговорим о программах. Можете их название показать на слайдах, чтобы мы их могли сохранить. Сейчас у меня на этом презентации этого нет, Руслан. Вот. Ну, я... Это мы, кстати, с вами, это мы дойдем. Мы с вами дойдем. Где-то, наверное, на эту тему мы будем говорить вот здесь. Где-то вот здесь вот. Когда мы будем говорить об особенности выполнения, выяснится, что там разные гидрогенометные характеристики, соответственно, их нужно по-разному рассчитывать. И когда мы будем сформировать отчет? Коллеги, если мы с вами занимались выполнением гидрометных изысканий, то это было бы самое главное. А мы вот с вами это выносим вообще за скобки. Это вот так вот между делом. Это вот в конце. Мы просто говорим. А теперь, в связи с тем, что мы все организовали, мы с вами, как руководители отдела по изысканиям, главные гидрологи, мы с вами все организовали, мы с вами все прописали. Мы теперь это отдаем исполнителю в виде программ понятных, в виде нашего понимания, что у нас есть деньги, у нас есть время на выполнение этой работы, что у нас есть другие работы, но мы эту работу тоже успеем сделать. Что у нас есть люди, плавсредства, программы как разного рода компьютерные. Или нет программ. То есть в разных случаях руководитель должен выяснить, как же эту работу нужно сделать, с программой или без программы. Или нужно купить программу. Третий вариант. И он передает это исполнителю. И исполнитель говорит, о, все отлично. Я все это легко делаю. Я понимаю, где взять эти исходные данные. Я понимаю, в какие формы выставить. Я понимаю, как это рассчитать, как это оформить, как это выдать. И исполнитель думает, что он делает изыскание. На самом деле, это вот такая частичечка, какая-то, не знаю, там 10, 20, 30, 40 процентов, вот от всего вот этой общей возни по конкретному объекту в рамках гидрометизыскания, которая делает, вообще-то должна делать много людей из организации. Не только один исполнитель. Я понимаю, что у вас может быть все это неправильно. Я понимаю, что у вас может быть, что у вас инженеру-гидрологу говорят, вот есть какое-то непонятное ТЗ. Мы его уже подписали, мы ничего там не поняли. А теперь ты давай разбирайся вообще. И вы начинаете бегать, вы говорите, ой-ой-ой. Вот это мы выполнить вообще не умеем, такого рода расчеты. И никогда в жизни я не делал какие-нибудь там поволнениям, течениям, или особым руслопроцессом, каким-нибудь береговым процессом. И что для этого нужны какие-то специализированные данные, что эти данные. И в общем, вы начинаете бегать и кричать, что ай-яй-яй, и зачем же мой начальник все это подписал, теперь, значит, нужно сдать срочно, а то еще и топографии нет. Вот, коллеги, вот цель вот этих 10 дней как раз заключается в том, чтобы упорядочить эту структуру. Очень хорошо, если бы вы были руководителями подразделения, руководителями организации. Тогда бы вот это было вам очень полезно, потому что вы поняли вот эту свою долю ответственности. И, соответственно, тогда бы у вас работа в организации была бы таким образом хорошо выстроена. Ну, по крайней мере, попытка была бы сделать к этому. Тоже хорошо, если вы исполнители, потому что таким образом вы будете понимать, что у вас не только вот есть такие зоны ответственности, зоны обязательств, но вам нужны еще возможности, вам нужны полномочия, вам нужны исходные данные. Вот, и если у вас появляются проблемы, то большей частью это проблемы вашего руководства, которая не выстроила работу таким образом, чтобы эта работа делалась как надо. Поэтому для вас, как исполнителя, это тоже полезно, потому что таким образом вы будете воспитывать своего... Ну, разным непонятным способом, конечно, это отдельная тема, но все-таки воспитывать свое руководство, давать ему понимать, что у них тоже есть обязанности в рамках тех же изысканий по этому объекту. Вот. Так, не успел сохранить расписание, занятия еще раз покажете. Да, конечно. Смотрите, вот это 10 тем наших, вот 5 и 10. А вот предыдущий слайд как раз нашей темы. И вообще, сейчас я пробегусь уже поглубже по каждой теме. Потому что сейчас мы так очень...